Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня мы будем разбирать мои пустые баночки. И с переездом у меня накопилось их очень много. И знаете, вот самое сложное было объяснить мужчине при переезде, когда очень много коробок и вещей, что нужно взять кулечек с пустыми баночками. Я на это потратила минут 40. И мне кажется, он так и не понял, для чего это вообще все нужно. Ну в общем, теперь мои пустые баночки я начала собирать в вот такой вот контейнер. Вот так теперь это все красивенько выглядит. И нам нужно сегодня с вами все это разобрать. Начну, пожалуй, с вот такой вот пустой баночки из-под маски для волос. Это фирма Матрикс. Профессиональная салонная косметика. На нее очень хорошие отзывы на сайтах. Она довольно дорого стоит. И здесь всего 150 миллилитров. Первое. Мне очень понравился ее запах. На моей памяти это первая маска для волос, которая оставляет аромат. И держится он около двух дней, если не мыть голову. И все вокруг думают, что это ваш парфюм. По поводу эффекта. Если оставлять ее на волосах на 3-5 минут, как здесь написано в инструкции, вы ничего хорошего не увидите. Все довольно стандартно, как будто вы воспользовали самым дешевым кондиционером. Но я заметила, что если нанести ее на чуть большее количество времени, от 7 до 10 минут, действительно волос становится тяжелее, шелковистее. Они как-то немножечко даже расправляются. Их легче укладывать. Не знаю, буду ли еще покупать. Кроме что из-за запаха. Потому что эффект такой себе. Довольно стандартной ухаживающей маски. И стоит это действительно дорого. Что касается ухода за волосами, у меня закончился вот такой вот сухой шампунь от Сьоз. Который для тонких и ослабленных волос. Честно скажу, с батистом это сложно сравнить. Здесь все-таки не такая вот эта вот концентрация пудрирующего ингредиента. Мне не совсем понравился вот этот вот дозатор. Видите, он какой-то залит продуктом. Потому что он слишком интенсивно распыляет его. А для сухого шампуня это все-таки не очень. Тут и так есть риск переборщит. Единственное, мне немножечко подкупает все-таки его дешевая цена. И наверное довольно нейтральный и приятный аромат. В отличие от всех батисток. И маленькая заметочка, наверное в первую очередь для себя. Если я захочу повторить заказ. Он не так долго сохраняет вот этот вот эффект. Воздушных, объемных, чистых волос. Как, например, батист. Наконец-то я добила вот этот вот шампунь от Alcef. Роскарь 6 масел. Он действительно как будто такой тяжелый и густой. Очень нейтральный, такой увлажняющий шампунь. Конечно, он вам не очистит до скрипу кожу головы. Как, например, Head & Shoulders. Но, по крайней мере, и не пересушит волосы. Не очень я и поняла его аромат. Не знаю, почему он пахнет как бабушкина косметика. Вы серьезно? На днях добила я свой ополаскиватель для полости рта от Listerine. Зеленый чай. Это в то время была новинка. Честно скажу, терпеть не могу. Мятные пасты, мятные жвачки, ополаскиватели. Все, что с этим связано. Вот не знаю. Мне тяжело это держать во рту долго. Как бы это странно не звучало сейчас. Решила попробовать я вот такой вот зеленый чай. Но на вкус он как будто какое-то ортодонтическое средство. Запах как будто вы только что вышли от стоматолога. И у меня с этим не очень хорошая ассоциация. Я очень боюсь. Но в целом мне понравился его такой освежающий, охлаждающий эффект. Если вы, например, сейчас планируете пойти куда-то с палатками. Очень классная штука, чтобы не брать с собой кучу щеток и не использовать много воды. И у меня в руках появляется вот такая вот пустая баночка от геля для интимной гигиены. Это фирма Biopharma. По-моему, наш отечественный производитель. Взяла я самую мягкую линейку. Как всегда я обычно такие выбираю. С ромашкой серия Sensitive. Честно скажу, мне не понравилось это средство. Даже учитывая, что оно стоит сущие копейки, но оно не пенится. Вот вообще не пенится. Мне это не очень импонирует. Все-таки нет ощущения какой-то свежести и именно чистой кожи. На всякий случай я пользуюсь им тоже и для онлайн, а не только для всех этих интимных зон. С трудом допользовала. Точно больше не возьму и вам не советую. В связи с переездом мне нужно было разобрать все свои лаки. Так как я обратно перешла на гель лаки, потому что в условиях постоянной уборки это очень удобно. Мне пришлось отказаться от некоторых обычных. Не то, чтобы у меня было их очень много, но все-таки они оставляли какой-то груз. Не только физически при переезде, но и морально. Я все-таки знала, что они там лежат, пропадают и как-то мне от этого не очень хорошо было. Я не люблю, когда портится косметика. Или когда я ей не успеваю пользоваться. Так вот, в мусорку у меня летят вот таких вот два лака от Essence. Их линейка Gel Polish. Они довольно стойкие. У них удобная лопатка и такая кисточка с закругленными краями, которая идеально ложится по форме ногтя от кутикулы и до самого кончика. Но они начали немножко подсыхать, расслаиваться. Цвет уже не такой однородный, он плешивит. Еще придется мне выбросить вот таких вот два лака от Essence. Первый это топовое покрытие Gel Look Plumping Top Coat. Это закрепитель лаков. Действительно он создает такую плотную толстую пленку, которая защищает лак от скалывания. И как видите, это средство уже у меня закончилось. Кто еще использует обычные лаки, присмотритесь. Существенно продлевает стойкость маникюра. И второй лак, или не совсем лак, называется Quick Dry. Это топовое покрытие, по сути, быстрая сушка. Которая позволяет быстро подсушить поверхность ногтя после нанесения лака. Но она также и влияет на его стойкость. Цветной лак начинает намного быстрее разрезкиваться. Да, вы его высушите быстрее, но маникюр с вами долго не останется. Поэтому они у меня летят в корзину с мусором. Закончилась у меня вот такая вот мицеллярная вода от Nivea. В то время, когда я покупала, это была новинка. И честно, она мне очень понравилась. И сейчас у меня в ванной стоит ее полноразмерная, большая уже версия. Очень мягкое средство. Хорошо снимает макияж, даже водостойкую тушь без проблем. Она без запаха. Она не дает вот такой вот мыльного противного эффекта. И хорошо довольно ухаживает за кожей. И не думала, что покажу вот эту вот вещь в пустых баночках. Потому что мне казалось, что она бесконечная. Это вот такой вот гель или крем для ухода за кожей вокруг глаз. От фирмы Herbal Care. Помните эти знаменитые польские кремы для лица, которые я просто обожаю? 15 грамм этого продукта почему-то стоит дороже, чем вот такой вот крем на 50 миллилитров. Я не знаю почему. Это, по-моему, с экстрактом цветов василька. И идет он с таким вот металлическим охлаждающим роликом. Не могу сказать, что это прям вау-эффект. Обычное стандартное увлажнение кожи. Довольно легкое. На ночь я все-таки предпочитаю более увлажняющие плотные продукты. Для утра вполне норм. Конечно, от отеков не помогает избавиться, по крайней мере, от моих. Но неплохо ухаживает за кожей вокруг глаз. И позволяет наносить на себя косметику или консилер. И давайте все-таки в конце я вам покажу вот такой вот пустой дезодорант. Это Dove Go Fresh. Их новая какая-то линейка. Мне прям очень понравился его запах. Из-за этого я его, собственно, и купила. Это аромат такой сочной, спелой груши. У меня аж сейчас немножечко слюнки потекли. Так вот, почему я решила показать это в конце? Я хотела вас спросить. Бывает ли у вас такое, что кожа как будто привыкает к одному дезодоранту? Я, например, начала замечать какую-то закономерность. Если пользоваться одним продуктом постоянно, он перестает работать. То есть эффект как будто дезодорант я и не наносила. Неприятного запаха нет. Но, знаете, с мокрыми подмышками тоже ходить не очень прикольно. На этом все. Это и так получилось довольно, по-моему, длинное видео. Я очень сильно извиняюсь, что я вас задержала немножечко дольше. Надеюсь, это видео было вам полезным или интересно. Если это так, не забывайте поставить пальчик вверх. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас всех целую. И пока! Подписывайтесь на мой канал.